Это финальная стадия перед укладкой покрытия. Здесь на конвейере смешивают различные компоненты. Главное в основе песок и щебень. На выходе получается всем известная смесь. Процесс автоматизирован. Именно поэтому, говорят специалисты завода в Новоалтайске, брак практически исключен. Имеется программное обеспечение. Вы в операторскую заходили, видели это все. Оператор следит за отдельными узлами. На каждом определенном узле стоят датчики, концевики. То есть где-то какая-то ошибка, сразу срабатывает система безопасности. Вот эти брикеты взяты уже с уложенного асфальта. Так что, когда в свежем покрытии появляются ровные скважины, удивляться не стоит. Это дело рук мастеров из лаборатории завода. Именно здесь уже готовый или будущий асфальт проходит экзамен на мировые стандарты. Это прочностные характеристики. Водонасыщение, водостойкость, морозостойкость, двиговые характеристики. Целый ряд показателей. Нужно сказать, что асфальтобетонный, который укладывается у нас в регионе, выстаивают не один нормативный срок. Гарантийный срок покрытия асфальтобетонного 5 лет. Как правило, 10 лет покрытия вылеживает без каких-либо проблем. На этом участке постоянный поток машин и погодные условия Сибири буквально разбили дорогу. Да и, видимо, исчерпала она тот самый нормативный срок. Последнее время полотно в направлении Заринска напоминало скорее решето. Теперь о бездорожье можно забыть надолго, уверяют инженеры-строители. Не успели дорожники укатать слой, как сюда тут же устремились подрядчики и представители регионального народного фронта. С помощью специального прибора да и просто на ощупь пытались оценить качество. Увиденным вроде бы остались все довольны. Общероссийский народный фронт реализует проект следующий. Дорожная карта ВНФ, карта убитых дорог. В настоящее время на карту, он также реализуется второй год, в настоящее время на карту граждане, любой гражданин может нанести участок дороги, который, по его мнению, нуждается в ремонте. И в настоящее время только в городе Барнауле таких участков и дорог 290. На более чем 11 свежих километров в сторону Заринска потратят почти 130 миллионов рублей. Такой стоимости, заверят эксперты, удивляться не стоит. Лидирующую позицию в строке расходы по-прежнему занимают материалы. Всего же до конца года в Барнауле и Новоалтайске новенькое покрытие появится на 52 улицах. Так что дороги, обещают мастера, станут качественными и безопасными не только на бумаге. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.